потому что 24 февраля буквально в течение дня мы и вот вся цепочка которая украины завязана ребят это и фуфилмент и производство у них тоже у всех магазинов эти мы полдня думали что же делать по итогу все магазины отправили в отпуск там есть такая кнопка отправить в отпуск обычно не пользуются когда ты не справляешься с количеством заказов и в нашем случае мы просто вот все ушли в отпуск это означает что я перестаю попадать в новые заказы и когда ты выходишь из этого отпуска а у нас это проделось три недели только через три недели мы поняли что логистика какая-то уже имеет место быть и можно пробовать включиться мы включились и эти очень любят магазины которые уходят в отпуск алгоритм настолько таким образом что они тебя понижают выдачи и ты начинаешь ну конечно не все с нуля но ты начинаешь как бы опять выкарабкиваться и у нас процесс выкарабкивания я из это я но он у нас до сих пор продолжается и нам достаточно тяжело производство и поставщик украине сейчас все работает у вас обновились но проблемы с продажами это конечно да то есть производство уже проблем нет вот это не было получается что слава богу там прилетает не так сильно и есть большие вопросы с логистикой если раньше у нас это было федекс дичи получают эти большие коробки перепаковывают это все и обычно американская почта рассылают дальше то есть причем момента получения заказа до фактического получения клиента в сша нашего заказа было примерно около 10 дней сейчас получается это причем именило следующим образом из неправ новой почтой идет отправка во львов во львов из-за львово бусиками они перевозят но это же компания которая раньше в Киеве занималась мы работаем с кладью с ней они же и последний по припалу которые принимают у себя на платежи значит мы посылаем в новой почтой во львов из львово бусиками не затягивают в Польшу в Польшу как я понял они смогли договориться с внешним федексом они из Польши везут в Чехию а из Чехии федексом самолет лети из Миннесота то есть путь очень сильно увеличился и это все то что мы обязаны были отобразить в своих листингах в шиппинг профилях то есть мы теперь клиентам говорим что к вам придет не за 10-12 дней а там условно там 15-20 дней и плюс соответственно люди которые упал да люди которые упал на Амазоном там которые делают достатку на следующий день или 10 дней то конечно как бы 10 дней это было достаточно комфортно люди готовы на тексис ждать 10 дней понимая что товар идет из другой части земного шара в этом даже есть свой какой-то ну как бы привлён в да да ну то есть её сделали руками где-то там специально для меня и оно пришло оттуда это прям очень классно но 20 дней ждать никто не готов меня сейчас интересует е-комерс для наших ребят многих которые из-за войны еще со временем здесь с семьями и еще в Украине но я кстати знаю много которые в Украине продолжают работать как могут но есть у них какое-то производство знаешь запорожской области например это понятно сейчас на столе и они сейчас прорабатывают модель выхода в другие страны европейские понятно что ничего другого не придумал чем рынок Польши для украинцев тоже максимально понятно мне кажется максимально близко максимальный максимальный денежный рынок но фишка в том что он очень жутко конкурентный многие польские фирмы ну по крайней мере даже частично если производители то они как правило все равно заточены не на польский рынок а на Европу и за счет этого за счет объема они еще захватывают польский рынок ну и конечно как бы многие фирмы как бы это фирма как-то 5-10-15-20 лет здесь такое очень часто там семейные или еще что-то плюс как бы если бы я пробовал выходить со своим товаром то я бы в первую очередь посмотрел бы там на Олегро это польский розетка образная там он около 50 процентов E-кома плюс в Олегро есть инструменты для аналитики там есть несколько пакетов которые ты можешь купить и грубо говоря с одним из там пакетов за 200 блоках это там 1500 или 1600 есть внутренняя аналитика продаж по всем категориям то есть да нужно немножко польский как бы слова но в принципе по семантике ты можешь посмотреть даже объем продаж то есть они все категории раскрываются? да, продавцов не большие деньги да, продавцов не раскрывают как бы но категории можно посмотреть сколько там продается не знаю там детских кресел в день, в неделю, в мере работы да, по этим запросам и вот за счет этого ты можешь понять насколько ты конкурент хотя бы потому что в любом случае это все зависит от продукта того как ты будешь добывать откуда трафик одно дело когда у тебя платные каналы и другое дело когда у тебя модель B2B основная модель вообще по-другому работает то есть конечно же ментальная близость какая-то присутствует но при этом они все равно другие самая религиозная страда Европы достаточно большое все еще влияние костела то есть церкви на жизнь людей при том что в моего 21 лет здесь запрещают аборты то есть есть вот эти все моменты которые скажем так наверное они не очень приятны они влияют на как-то вот их наверное мировосприятие я бы так сказал все таки они другие и это тоже важно понимать для тех кто собирается допустим выходить на рынок больше а не на мировой когда там с каким-то своим продуктом что просто взять и украинскую бизнес-модель рабочую перенести сюда никак я не поменял просто подумав что поляки это украинцы просто которые в шеке так нельзя они реально другие это нужно понимать они не очень выготовизны они достаточно националистически настроены в плане того что я не знаю здесь есть несколько кейсов открытия там каких-то ресторанов и так далее в том числе там известных украинских ресторанов которые не пошли то есть они не очень хотели ходить в украинский ресторан допустим казалось бы украинский ресторан современный курт но не хотели как экономика не осталось поэтому да по поведению покупателя в интернете я не скажу потому что мой продукт не продается в Польше но его сразу откинули за что кстати тоже большое спасибо Андрею и когда я говорил что вот я бы хотел привозить что-то из Китая продавать в Польше он говорит Лёш смотри у тебя юрисдикция уже в Польше ты можешь продавать на весь мир тебе нужен товар тот который ты отсюда будешь продавать на весь мир и вот это просто перемернуло мое вообще там мировосприятие в тот момент да что какие то вот вот ради этого только стоило добиваться этой встречи вот поэтому вот конкретно по полякам не скажу ну допустим есть у них marketplace Олега на котором они покупают все ну ну ты пробовал там продавать я не пробовал там продавать я заходил смотрел по каким ценам там продается что-то аналогичное и понимал что шансов у меня там нет с моей ценой туда пробиться вот то есть поляки это про демпинг на Allegro очень большой демпинг там очень многое решает в конечном счете цена да я и сам покупаю на Allegro очень много всего там просто очень хороший вот этот вот friendly интерфейс такой да user friendly и очень просто взять возврат и поэтому стараюсь все покупать через них и так действительно я среди прочих равных то есть там же никто не конкурирует с фотографиями как у меня на Эйце какой-то да это фотографии у всех одинаковые ты просто берешь того у кого там есть значок суперпродавец или как бы тот у кого дешевый все то есть два критерия совпало схлопывалось в них и купить у нас в Украине это очень популярно если нет номера телефона в шансе то есть еще немножко это просто закрывают тут покидах там нема ну в Польше еще меньше меньше есть а я что взять в Немеччину и уже больше таки в Центральной Европе то там до кого он мает то есть там больше идем больше довера до купцов и в принципе связок тримается онлайн через до речи чат так же онлайн чат у нас просто все если нет онлайн чата то кто закрывает сайт это не супер популярно и мы даже не добавляли на польскую версию онлайн чат ринок весь мы стоим там продавцы белорусы и еще украинцы одни ну и мы держим просто цину нормально кладем никто не валится приезжаю поляк два раза цена все ринок мерзлить ну и в него берут и в него берут поляки постоянно шукают где дешевше ну так в принципе что ты працюешь на этом рынке то надо понимать что люди наценили на экономию так то есть не один великий бренд не продает дешево это факт потому что они имеют трафика и сео-побудование которые работают десятилетиями и уже то есть что не пишешь они всегда в топе но не забываем что в Польше все-таки продаж то есть 50% если не больше то есть забираем маркетплейс и там есть просто фильтрация по цене по популярности и так далее ну и например в кармане да мы продаем в Пошок не идут то есть вы видите эту функцию в курсе нового типа не указать а заюзнуть на Галер то есть не треба в Пошку это было нам не будет связано и Киркок ДИКС да мы продаем по 82 мы продавали в месяц там на следующий месяц заходит другой продавец продает за 79 50 а не за 80 все у нас ЛТВ 5% ну то есть все мы не продаем по 1,5 тонн продаем может тонну ну и там 100 кг то есть Кильген это таки не понимали а в чом еще выражается то что они хотят сэкономить я для себя таки вывел такую вот функцию например у нас там что-то там в ПСНР да жартуют я потратил миллион на какую-то классную речь я супер крутой я потратил всего 1 доллар я бог ну то есть что ты потратил миллион мель я потратил меньше значит так вот я себе так поверю потому что это молодь или все 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 а как можно использовать маркетер ассортимент 3 тысячи факт цена уже не играет роли потому что человек заходит и берет все в одном магазине не в тебе позиции 10 магазин и в тебе не уникальный товар а такие которые мают все ну тогда только цена швидкость доставки швидкость ну как бы услуги клиента да ну ну если вы широкий ассортимент великий магазин среди даты может там 10 15 5 10 15 10 15 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 18 15 16 20 21 23 21 24 23 24 которые изначально скажем так то я буду я не хотел качать свои слабые стороны я смотрел твое последнее интервью с денисом будут для меня это просто и в арбитражке разобрался и в производстве просто вот во всем я считаю что это очень круто как человек может так во всем я не такой в каком это моменту своей жизни я понял что у меня есть сильные слабые стороны и вот я понимал что пустим трафик это то куда я не хочу поэтому я решила закрыть эту свою не более потребность тем что у меня будет в этой теме партнер без привлечения трафика продавать хорошо возможно я считаю что в 2022 году мы сейчас это тоже очень важно потому что это очень важно потому что мне мой партнер рассказывал один партнер производитель став мне рассказывал что начиналось все с того там лету 7 назад когда он просто производил какой-то рюкзак ставил его напротив стены сделал одну фотографию на телефон выкладывал на эти утром у него же две продажи из австралии еще откуда то есть эти времена уже давно прошли времена когда какой-то супер мастер у которого ну просто руки от бога который может делать какие-то уникальные вещи у себя там в гараже лучше чем все остальные у него на эти шансы нет без маркетинга он на эти ничего он просто не пробьется да есть какой-то небольшой стартовый пуш который там получает магазин при открытии да когда ты только выложил листинг и поставил рекламу у него тоже то есть эти дают шанс да шанс есть закрепиться но опять же если это можно сказать с какими-то плохими фотками если будет 10 штук если кто-то кастом джерни по фоткам будет выставлен неправильно как бы и конверсия будет слабая то очень быстро этот пуш забирается потому что огромное количество игроков на эти но они все время приводят статистику что они растут 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 и растут как бы конкуренция все время растет поэтому с некачественным фото контентом и я считаю что сел тоже играет хоть что роль в этом всем но дело там уже нечего у вас 5 магазинов пересечения ассортимента между всеми? некоторые есть полиции не очень на какое? не то чтобы не очень это запрещено так как тогда? работать через vpn хорошо что еще? vpn должен быть под каждую юрисдикцию свой vpn вот только так когда ты открываешь там второй и третий магазин в своей нише я бы называл это все-таки стратегией зарабатывания денег потому что чисто математически вот если у тебя тремя магазинами есть больше шансов забрать на себя большее количество клиентов это не будет x3 то есть особенно если есть пересечения по товарам то наверное где-то ты своим там одним из магазинов украдешь другого своего магазина но в целом как бы ты не сможешь собрать в эту корзину большее количество товаров опять же есть другая стратегия если сразу думать о бренде игре в долгую то есть мы только сейчас по истечении трех лет как бы пришли к тому что мы хотим строить бренд на базе одного из наших магазинов и так далее иметь свой сайт и так далее то это другая стратегия и там наверное есть смысл вот тоже очень хорошо помню это и на курсах у Игоря Фасленко я их тоже проходил курсы по Эйси это первый курс который я прошел по Эйси он рассказывал что вот нам предлагали вот такую стратегию как я что сказал но мы сразу решили играть долго ему это enjoy the mood карты то есть мы сразу стали как бы весь акцент делать это было со струбальностью ты бы сейчас стартовал 2002 как бы пошел я бы пошел так же как мы пошли давай перерахуем какие у тебя зараз витрат в базе нет как тут с родинниками зоология ну и картины ну зоология 13 ну там такие дублі пороблено для чего это официально чтобы профессиональную инвентацию как клиента сделать по-иншему то есть мы пробуем мы пробуем продавать дорого и вот на главном магазине держим то есть посереднюю риночную цену а другий магазин для того чтобы зрозуметь все таки вот клиента как продавать в Польше дорого по тестаму и так далее но кажусь выставки нефтишны то нужно продавать много и дешево ну середнюю да если у вас большой ассортимент может держать среднюю полку чем отличается отключение трафика в Польше от Украины ничем возможно еще допустим здесь не распространено вообще продажу через инсту вот как правило продавцы через сайт ну то есть через лендовость продают тоже нормально то есть надо так покупать да давай перечислим что это с ним вообще работает инстаграм, тикток, гул как таргет и не у инфлюенсеров а именно просто ну и типичный маркетинг там демейл маркетинг потом дальше стандартная система там у всех интернет-магазинах селошка конечно ну селошка наверное же вы говорите какая селошка в целом конкурировать с Олегро здесь возможно конкурировать с Олегро смотря в чем понимаешь если ты будешь по запросам купить платье там ну то понятно вряд ли наверное конкурировать с Олегро кстати вот тут ребята мне подсказали что они заметили что совсем не как в Украине запросы здесь формулируется и намного меньше вопросов цена и купить то есть добавляется к запросу к названию товара намного меньше или категории товара намного меньше купить или цена еще вот все в Олегро здесь 50% ты еще в Олегро можешь убивать ты в группу галеров зашел ну он посмотрел потом зашел в Олегро и сравнив вот это может быть и что здесь в Олегро в Олегро а вы сразу начали по классике в том что у вас добрый получился принять статейки топ 10 в 2022 и в принципе по всем новинкам пройшлись еще поделюсь одним классным лайфханком который я сразу использовал и думаю все будет полезно для других книжках заходу я тестую книжку все сразу познайомился с самыми известными ресурсами как раз поэкопу нафиг хочешь и даже с одним из редакторов особисто он по разу уже ездит в Киеве который помогает и очень активный по поддержке Украины да и он сам по себе редактивный веб-сайт одного из самых известных и вот в принципе с такими людьми тоже было классно отримать первые посылания, первые статьи, новинки но это без кошта что очень интересно то один пост на их 500 долларов выше не именно хороший пост а тут все вышло без кошта ну понятно так интересная история с новыми доменами мы все говорим что только если ты выходишь на рынок то два года сегошного трафика не ждет как тут? у нас доменов не было как раз тут затронули мне верно, на любую нашу тему это сегошка тут мы по-моему доставленный трафик да тут мы все начали максимально уже с нашим достатом который был и домен взяли новый айланшпл он нуляший просто давай так короткую торговую марку ничего не потрібно у нас до этого уже была заинтересована торговая марка на весь евросоюз то вам вона природилась для доменов не треб то есть просто проходишь для каких-то стран нам нужно но те, кто мы сейчас планируем в выход нет, мы не проходим ничего просто сразу что скажем вот мы взяли домен и так скажу, что это было три месяца назад стартанули может даже два очень хорошо работали по контенту мы переклали саммирские саммир первая выборка была по АТО в Украине по тому самому серж консоли чтобы было в ТОДе мы это все перевели так же по ТОПу товаров плюс по ТОПу продаж это все мы подготовили витратили на это конечно не мало денег но результат уже сейчас он очень динамический я могу передать скриншот сюда сейчас мы уже получаем 100 плюс клик в день и это приблизительно 5 тысяч 10 тысяч уже в день и интересные коммерсийные запросы такие продажи прямо с СЕРЧа уже нет только сейчас СЕРЧ мы сейчас еще вообще не теснули это слишком мы сейчас мы хотим уже иметь товарную явность для понимающих ДНД которые приблизительно лентуются сколько денег в Украине российской или украинской неважно он из вас это нужно да тем больше это переходный час когда пошел попит на другие страны и еще до СЕРЧа вернемся то как раз хорошая подготовка была подгрунтем для широкого взрослого 2-3 месяца все знают что для органики это супер минимальный срок и мы уже практически получаем а ты посыланиями между сайтами перед линфовками и статями которые вказаны сразу два сайта и ЮАШ на ИПЛ плюс партнерами мы за это работали мы нарушили силу массу очень стрим первые 1-2 месяца это очень классно делать потому что Google воспринимается очень адекватно это пресс-релиз запускается в Польше это тема тема мы сделали тоже мы собрали базу веб-сайт и мы написали что мы из Украины хотим работать в Польше и будем донатить на СССР и мы будем донатить на СССР та самая программа что сейчас у нас в Украине 30 лет каждое предложение я не помню в Польше 5 злот и эта штука работала много кто делал посетей бесплатно и мы сэкономили порядка 3000 долларов только на бесплатный пресс-релиз про географии 8 тысяч заказов в прошлом году в США сколько процентов 80 процентов в США ну тут правило выложилось 80 процентов в США и оставшиеся 20 процентов это 15 процентов Евросоюз где большинство на себя выбирает Германия меньше Франция остальных и 5 процентов это Югей ну и единичные заказы там Австралия Новая Зеландия это Канада позволяет отключать регионы то есть у нас изначально не изначально в какой-то момент мы поняли что такие регионы как Китай Россия Бразилия Аргентина они просто скликивают наш бюджет очень редко заказываются очень много проблем потом непосредственно как им туда это доставить и вот оно реально того не стоит поэтому мы не платежеспособные регионы мы их вообще отключили в Польше доступно в Польшу мы как магазин не имея права отключить тоже проблема когда поляк покупает в польском магазине то у него ожидания получить это через 2 дня и когда ты ему там начинаешь что-то говорить что там подождите вот сейчас там товар едет ну не очень мы на самом деле даже делали завышенную доставку на Польше просто чтобы поляки у нас не покупали 8000 продаж в прошлом году получается это связь а да пока так а какие планы планы до 24 февраля у нас были и планы потом немножко поменялись скорректировать я бы так сказал в любом случае в этом году мы должны запустить свой сайт черновая версия его уже готова то есть это будет сайта Shopify мы будем устраивать бренд возьмем самый успешный наш магазин и на базе его будем уже непосредственно тестировать продажи на сайт я считаю что это очень важно как бы ну все он мне говорил об этом все знаки там судьбы не знаю что угодно то есть я с Игорем постоянно разговаривал говорю ну и сколько тебе сайт приносит в сравнении с там marketplace я ему даю 20 ну он сказал что уже сайт начинает даже больше приносить а откуда основной трафик что то есть и что вообще не работает потому что повторюсь у меня есть партнер который занимается этим максимально глубоко он работал в Google до этого есть понимание глобальная реклама как бы для того чтобы начать работать на Etsy он был как бы вынужден полностью обучиться тому а как это происходит внутри площадки как работать с трафиком внутри площадки он прошел все возможно курсы которые есть включая англоязычные после этого уже стал работать различными дипотезами причем что интересно у нас магазины с похожими товарами в одной нише и нет каких-то правильных правил нет такого что мы что-то нашли для одного магазина и сразу же применили его к четырем остальным у вас всего пять магазинов да оно к сожалению так не работает то есть каждый магазин даже у нас есть где мы в одно время открыли в одно время открыли открыли у нас не только магазины зарегистрированы в Польше у нас есть уже магазины которые зарегистрированы в США это диверсификация во-первых смотри то есть украинские магазины это я бы сказал с точки зрения выдачи на Etsy они самые слабые то есть первое по-хорошему можно сказать это карма страны они они то есть там же нету PayPal в Украине все работает сейчас уже плюс-минус начинает нет но это же PayPal который только для физлиц на прием денег работает это же не то же самое что магазин на Etsy то есть магазин на Etsy все еще нельзя то есть во-первых с юга да то можно говорить даже до 24 февраля какое-то время назад до этого украинские то есть украине вообще запретили открывать новые магазины на Etsy из-за огромного количества фрода который был со стороны Украины то есть они понимают что у нас там что-то в Украине происходит я живу в Польше но все равно говорю у нас я считаю я считаю себя украинц как будто глубины кости то есть украинских магазинов у них одна выдача у европейских магазинов по умолчанию это выдача больше это то что мне что-то средне это то что мне Андрей сказал на самой первой встрече когда я говорю Андрей так может я в Украине лучше зарегистрируюсь там же все просто через последние деньги получил к концу года ты уже здесь ты должен регистрироваться здесь как угодно здесь упаковывать юридически свою схему ты должен работать в Польше да а магазин в Америке это другое то есть имея американский магазин ты уже имеешь американскую выдачу тебя уже воспринимают как своего то есть алгоритмы площадки настроены таким образом чтобы американским магазинам все равно давать лучшую выдачу в Украине же получается через посредников они принимают деньги только на PayPal то есть клиент может купить в украинском магазине не только воспользоваться из PayPal а для многих почему PayPal у меня нет PayPal для многих американцев даже они не понимают почему я должен платить скажем так не у всех он даже не есть но есть же такие люди у которых PayPal они не понимают что это так же просто как заплатить просто карточки а имея европейский магазин американский во всех каких-либо юрисдикциях они платят с помощью системы IT Payments которая в себя включает все там Visa, MasterCard, Apple Pay когда у тебя магазины в трех юрисдикциях у нас украинские тоже магазины есть наблюдает за конверсией я верю что это три раза что вы пробовали кроме своего сайта например marketplace например Google Merch все что касается активных продаж то есть реклама плавная конверсия мы не тестировали потому что мы накопичиваем склад после этого активно в PPC и в другие канали продаж возможно возможно за тест а ты думаешь Олегро чуть на 50% рековерс польского это для вас вариант варьет зайти туда однозначно нужно потому что у нас большинство брендов уникальных у которых нет на рынке но есть это тоже запах причем хорошая частотность запах а их нет на рынке да они есть но они все неофицийные поставки в Польше если бы у тебя были такие товары ты помешал если бы я помогал конкуровать цена там цена и до речи у нас еще основных проблем с тем это что товары которые у нас в стране все продают тут никто не продает а потому что на Олегро другие продавцы они там постоянно и они продаются если бы Apple купить только на Олегро это нечастная когда на старте все началось интернет-базин сразу построил да сразу мы находимся интернет-магазин мы заходим широко в полный чин то есть все маркетпейсы которые возможны все поровнивали центр типа Hotline он сразу интернет-магазин то есть максимальную количество каналов чтобы на какой-то оборот сайты на начале очень работают сайты 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 но тут ты платишь за переход а да за переход но если покупают там сайты то там сайты сайты ты выбираешь покупки покупки у них а вот вы понимаете а цена АПЛ остальные и нокаут и цена и еще пару штук остальные как мы не пробовали те, что мы не работаем каким категориям товаров по сравнению цели ну электроника то есть все связано с электроникой с часами там то працюет он очень очень ну никто не принимает еще нет по минимуму не так может 10 людей максимум если электроника я думаю 80 то то правильно я думаю что все что гаджеты технологично и а бренди то есть ну те, какие популярные то есть xiaomi все, что мает международный бренд там працюет но если ты заходишь с собственным брендом то не будет працювать пока не будет представлен этим брендом в 30 магазинах B2B B2C значит я так розумеваю что вы B2C B2B это одна амбиций но все равно больше амбиций чем B2B это все таки интернационализация почему вы не приходите за партненциализацию амбиций 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 органи амбиций нашим berry амбиций и амбиций 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 я тrendo сейчас фриноста он что ценил стоит педагог на амбиций а до Понятно. Польша очень конкурентная. Почему в Польше не работала Амазон? Две года назад вошел еще один такой макетплейс, шоппинг. Китайцы. Они по самосвитию. То есть, вошел и тут достаточно активно забирает рынок вольера. Достаточно активно. Амазон... Амазон... Да, в шоппинг, да. Заходьте. Амазон вошел вперед шоппинг, и в них ничего не выходит. А через что в них ничего не выходит? Потому что цены первых продавцов, которые продают... Листуются сразу и французы, и німцы, и так далее. Все видно. Цены выше. Амазону не удалось затягнуть польских продавцов, которые продают больше. В дешевшую сумму. И через то Амазон ПФ нет. Он ничего не продает. А шоппинг, которым удалось затягнуть, например, через то, что цены риха по пиктурах, они не брали комиссии взагалі. Но комиссии было. Вот только сейчас ввели комиссию. И вот сразу вопрос, чего заходить в Францию, в Немеччину, а не в Польшу? Теперь в Амазоне тут не вышло. Пока что. Может, собирают дальнейшее. И через 5 лет выстрелят. А что, конкуренция в международных странах, типа Бельгии, Волгии, Франции, Немеччины, не больше, там не червонящий океан, чем Польша? Нет, конечно, нет. То есть это миф? Миф, 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 миф. То есть оно продается. Так же у нас и Бельгия. А вот тоже, как же, да, на Кибель, а останний час в Бат, а это Швеция. То есть все, все все продается. Что по каналам продаж? Алиара, сайт. Алиара на 50%? Ну, больше не. Не зависит от них. Ну давай, давай возьмем две суммы. Картина, это же тоже тьма. Тьма тоже. Ну все 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 сделаешь. Скажи, у меня картина конкретно. Ну, скажи, у меня картина конкретно. Ну, скажи, что ты дальше откладаешь. Вкладаю, все откладаю. Без реанимистит. Сколько психобизнеса можно забрать? С картин просто. Он наименьше всего. Не, я не буду сказать. Давай я угадаю. И кито пообороту. Ну и я, драк. Ну, подъем? Ну, как? Злотов или Яв? Я прийду. Нее, да. Ну, у нас в Амазон уже розглянили. Красная картина. Так ты не продаются в Амазон? В Амазон. В Европе. И через Амазон? И через Амазон. Кактус. Одинники. И Польша, и Европа. Это же в Польша через сайт. В Амазон? В Кактусе как раз таки. Тоже там поделено все. Тобто там каждый канал имеет по 20%. Ціновые порівнянья? Да, ціновые сайты. Google. В Фейсбуке алиат. По 20 сотки каждому каналу. Они там вируют. Один-два сотки кожен месяць. Али там якраз подившись. Фейсбук сила закупала? У нас є динагатик про цей. На царство с битином право все. Про ситуацию? Да. Сказали бы, что агентство, али да. Ну, СОО, кто у нас? Чи цевы банки? Вывезло и... Ну, агенция розбивала. Ну, хватило дуже багато бабок для. Значит, картус, я так розумію, саме демазификований. Так. Ну, что не довше працюю, а не что так. Так, я не понимаю. Значит, там Alero Marketplace. Там сайт. СООшка. Там Fubet. Архит. Кроме. И там предельницы. Так, Google. И купло все же. Так. И как говорили именно мерчант реклама. О, до речи, про мерчант. В Украине там никто не знает, что его обращают вообще. Тут працюю лучше, чем Фейсбук. Фейсбук в милом разе поламался. То есть, если мы раньше еще делали продуктовые кампании на Фейнбуке и маркетинг, то сейчас только и маркетинг. То есть продуктовые кампании, они жираются в обзор. По злой. Что там с трафиком? Я так понимаю, Alero 90%? Alero, потому что... 90%? Да. Не, меньше. На данном этапе уже меньше. Потому что в шоке забрало. Плюс сайт начинает расти все-таки. Сношка? Шоке, да. Починает расти. Ну и мерчим, певно. Починает все расти. Уже, думаю, фейкшоу еще три месяца. Там я мог бы сказать, что Alero 90%, то на данный этапе может быть 78-80%. Но цель такая, что мы до конца года сайт приносим 35-40. А что вы, расскажи, какие у вас было? Комиссия. Вы же великий для них. Великий для них. Да, не мой клиент. То у вас есть там нянька. Нянька есть, да. Так, расскажи про няньку. Расскажи, как у вас происходит. Нянька, нянька безполезна. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо.